В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в российских школах обязательной. С таким предложением к министру просвещения Сергею Кравцову обратился депутат Сергей Колунов. По словам автора инициативы, именно физкультурно-спортивный комплекс ГТО выступал нормативной основой правильного физического воспитания детей и подростков в советское время, когда нормы ГТО сдавали миллионы людей. Как россияне будут отдыхать в 2024 году? День защитника Отечества выпадает на пятницу. Выходные продлятся с 23 по 25 февраля. Международный женский день также выпадает на пятницу. Выходные продлятся три дня, с 8 по 10 марта. А вот на майские будем отдыхать так. Суббота 27 апреля будет рабочий. Выходной с нее перенесут на понедельник 29 апреля. Вторник 30 апреля будет нерабочим. Ему достается перенесенный выходной с субботы 2 ноября. 9 мая выпадает на четверг. К нему присоединят нерабочую пятницу 10 мая за счет переноса с субботы 6 января. Выходного совпадающего с новогодними каникулами. Таким образом майские праздники пройдут в два захода по 4 дня. С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. День России 12 июня выпадает на среду. Выходным на соответствующей неделе будет только этот день. Россиян предупредили о скачке заболеваемости ОРВИ после новогодних каникул. Но волноваться не стоит. Ведь такой подъем происходит каждый год. Потому что все возвращаются после каникул в коллективы. Рассказали в Роспотребнадзоре. Врачи советуют носить маски в людных местах. А также оставаться дома при возможности. Андрей Слепнев. Новости дня. Продолжение следует.